Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Во время генеральной уборки города решаются не только текущие вопросы, частоты отдельных улиц и районов, но и частные проблемы жителей. Дом у озера звучит романтично и живописно, но ожидание не оправдывает. Водная стихия захватила все сухопутные пути к дому номер 55 по улице Карла Маркса. После приезда нашей съемочной группы луч коммунального света забрежил для его жителей. В центре Самары – Малая Венеция. Здесь есть свои разводные мосты, которые по весне уносят сильным течением. Водится даже болотная флора и фауна. Местные жители, говорят, давно привыкли к кваканью лягушек. А недавно кто-то из соседей подшутил, подкинул вот такую резиновую уточку. Мол, такой глубины для большого плавания будет достаточно. Любоваться водными просторами и шутить Татьяна Александровна уже устала. Впору хоть лодку покупать, чтобы добраться до источника чистой воды – к колонке. До нее путь лежит через грязные потоки. Благо неравнодушные соседи в беде не оставляют. Она всю жизнь вода туда текла. Здесь они дом построили, там котлован вырыли. А вся вода у нас всю жизнь туда текла. Великий потоп местного масштаба впервые здесь случился семь лет назад. Построенный вокруг многоэтажки образовали своеобразный котлован, куда стекаются все грунтовые воды. В водяной ловушке оказался один частный дом. И тот попадал под территорию застройки. Однако выбраться из него удалось далеко не всем жителям. 50% отселили, 50% оставили. А когда отселили 50%? Так, седьмого осенью вот они съехали. А вам что сказали? Нам сказали, ждите. Много ждали, немножко подождите. Ну так вот мы живем, да. Так вот мы живем в воде. Они уже не живут, живут на кухне. Вот как мы живем. Полы уже покосились. Помочь жителям вызвались неравнодушные горожане. Сосед Татьяна Винокуровой, Артем Малежик, выложил фотографии многострадального дома в интернет. Когда было много воды, у нее мостик снесло. Мостик поставили ей, из досок там соорудили. Вот. И чуть-чуть лопатами. Ну сейчас уже это было в прошлом году. Лопатами делали чуть-чуть бороздку, чтобы вода чуть-чуть уходила. Но сейчас она уже никуда не денет. Здесь уже нужно тяжелую технику применять. В этом мокром деле пообещал помочь застройщик прилегающей территории. Как только грунт подсохнет, установят бетонные мостки. Но жить дальше в потопленном доме опасно. Переселению мешают юридические сложности. Сносить здание застройщик пока не планирует. А у Татьяны на руках не все документы на жилье. Частный дом был построен в 30-е годы прошлого века. Чтобы восстановить утерянные бумаги, придется постараться. Сейчас ситуацией вплотную занялась администрация железнодорожного района Самары. Мы дадим полную консультацию, какие необходимые документы сдать, чтобы эта семья встала на очередь как нуждающаяся в жилом помещении. А также сейчас запланировали заседание чрезвычайной комиссии. И будем выходить в город тоже с просьбой выделить хотя бы маневренный фонд. Татьяна Александровна принимает решение. Согласится она переехать в этот маневренный фонд. Не согласится, то мы считаем, что действительно в этом доме жить достаточно опасно. Пока воду вокруг дома откачали сотрудники муниципального предприятия «Инженерные системы». Анастасия Зубрева, Константин Головин, Сергей Баскин. События. Победу над незаконной торговлей планируется отметить 6 мая. К этому времени все незаконные киоски должны быть снесены. Более 40 уже вывезли с территории Самары благодаря совместным усилиям полиции и городских властей. С очередным рейдом правоохранители нагрянули на улицу 22-го портсъезда. Площадь в десятки квадратных метров этот киоск занимает незаконно. Здесь он стоит около 10 лет. Витрины под завязку забиты продуктами и алкоголем, на продажу которого у владельца нет лицензии. Не, здесь не имею, не снимаю. Сейчас я камеру от себя сломаю. Вы сейчас сломаете, будете отвечать. Я ничего не буду отвечать. Попасть внутрь удается лишь вместе с полицией. Хозяин настроен недружелюбно. По данным правоохранителей его уже не раз предупреждали и требовали свернуть незаконную деятельность. Даже составили пять административных протоколов. У вас времени было предостаточно. Вам, наверное, уведомляли о том, что надо прекратить здесь незаконную деятельность. Говорили вам об этом? Да. А почему вы не? Вы считали, что еще 10 лет будете здесь этим заниматься? У вас вот время есть ровно 10 минут, чтобы все, что успеете, отсюда убрать. Времени понадобилось намного больше. Товаром пришлось заполнить целую газель. Что касается алкоголя, его набралось около тонны. Горячительное изъяли и отправили на экспертизу. Если выяснится, что оно некачественное, хозяина могут привлечь к уголовной ответственности. А пока ему предстоит оплатить транспортные расходы за вывоз киоска и штраф до 400 тысяч рублей. Никаких послаблений не будет, что принято принципиальное решение до начала мая месяца демонтировать все незаконные торговые объекты, которые осуществляют незаконную реализацию алкогольной продукции. Такая задача поставлена, она будет выполнена. До 6 мая полицейские совместно с городскими властями планируют ликвидировать в общей сложности почти 90 незаконно установленных киосков, торгующих алкоголем без лицензии. Это позволит не только сделать торговлю цивилизованной, но и снизить количество уличных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. С начала года их произошло почти 500. У нас прям все это происходит под окнами. Летом вот и стрельба начнется, и беготня начнется. Здесь все. У нас здесь и пятийных заведений, море так, официальных. Зачем еще здесь вот эти вот держать? Я не понимаю. Убирать. Однозначно убирать. Давайте будем чистоту такую наводить. В этом году совместными усилиями полиции и городских властей с улиц Самары вывезено уже более 40 незаконно установленных киосков. Павел Бимаков, Максим Гусев. События. В Самаре начали работу общественные советы микрорайонов. Всего их на территории города 85. Планируется, что новая система местного самоуправления позволит максимально приблизить власть к народу. На первом совещании в Кубишевском районе Самары побывала наша съемочная группа. Вернуть людям бассейн, построить больше спортивных залов и культурных заведений. У жителей микрорайона Придорожной Куйбышевского района Самары много конкретных предложений к местным властям. Теперь достучаться до них будет проще. В микрорайоне создан свой общественный совет. Очень, конечно, хочется, чтобы в нашем Кубишевском районе появился парк культуры и отдыха. Может быть, не столь грандиозный, как в промышленном районе, как, например, парк Гагарина. Но тот парк, который мы могли посещать вместе с детьми, и маленькими, и постарше. Всего на территории Куйбышевского района Самары сформировано 7 общественных советов. В каждом по 20 человек. Председатели многоквартирных домов, ТОСов, представители частных и бюджетных организаций. Такие локальные общественные структуры позволят власти оперативнее узнавать, какие проблемы волнуют людей в пределах нескольких кварталов. Встречи с представителями общественного совета в микрорайоне будут проходить постоянно. Общественники будут собирать инициативы и обращения граждан, вырабатывать рекомендации и предложения для властей. На их же плечи ляжет контроль качества ремонта и работ по приведению в порядок подъездов и дворов, решение коммунальных вопросов. Лариса Шлафас, Артем Сулайманов, События. 9 мая все желающие смогут принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк». После проведения парада на площади Куйбышева пройдет шествие. Люди пронесут в руках фотографии своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Подготовить снимки можно, обратившись в специальные пункты помощи, которые открыты во всех районных администрациях. Несколько черно-белых снимков мамы Нина Васильевна Капитурова бережно хранит много лет. Татьяна Ивановна Шульгина в годы войны трудилась на заводе. Делала снаряды для военной техники. В Чапаевске девочка работала на заводе. Делала, в общем, снаряды. Короче говоря, они выходили, говорят, все желтые оттуда. Потому что, ну, это, в общем, порох вот этот вот проедал даже все, говорят. Аж мурашки, я не могу. Только в один пункт приема фотографий в Самарском районе поступило порядка 100 снимков. Горожане живо откликнулись на призыв принять участие в акции памяти «Бессмертный полк». Фото приносят разные. Некоторые приходится сначала реставрировать. Там был изображен мужчина, фамилию, сейчас не помню, конечно. Вот. Ну, герой. То есть, меня поразило то, что у него было очень много орденов. Там все, буквально места не было. Бывает, да, что фотографии принесут довольно-таки старые. Они уже и от времени потеряют уже внешний вид. Приходится, да, немножко дорабатывать. Пункты, где всем желающим помогут подготовиться к акции, открыты во всех районных администрациях города. Отсканировать и заламинировать фотографию можно бесплатно. Принимают снимки до конца рабочей недели. 9 мая с черно-белыми фотографиями в руках горожане пройдут по площади Куйбышева после Парада Победы. В этот же день к шествию бессмертного полка присоединятся и другие регионы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Они вместе почти столько, сколько лет о Великой Победе. Супруги, участники войны 41-45-го, Александра и Николай Трынины, принимали поздравления с годовщиной Победы от волонтеров из 155-й школы. Наша съемочная группа присоединилась к поздравлениям. Из соседних деревень под Сталинградом юноша и девушка попали на фронт. Он морской пехотинец, она зенитчица. Жизнь то сводила в госпитале близ Баку, то разводила по разные стороны страны. Когда летом 46-го Николай Иванович Трынин понял, что без своей подруги детства Александры жить больше не может, разыскал ее в Куйбышеве. В ноябре состоялась долгожданная свадьба. Нежные чувства сохраняют на протяжении 68 лет. Поздравить супружескую пару с наступающей 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне решили волонтеры из 155-й школы Октябрьского района. Ребята уже 4 года проводят праздники для малышей, участвуют в субботниках и помогают ветеранам. В нашем доме есть мужчина, он был в концлагере. И мы в магазин ходили ему, какие-то продукты приносили. Всегда выполняли то, что он хочет. За этих ребят мне точно не страшно. Я могу сказать совершенно точно, что это ребята ответственные, главное осознающие себе и свое место в жизни. Ветеранам вручили подарки, цветы и приглашения на свой концерт, который пройдет в актовом зале школы 25 апреля. В семье Трыниных обещали непременно быть. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Все самарские школы объединят Знамя Победы. На Первом общественном совете по вопросам образования рекомендовали учебным заведениям использовать копию знамени для подготовки к празднованию 9 мая. С каждым годом живых свидетелей тех событий все меньше. Тем важнее передать дух объединяющей Победы новому поколению. Школьники готовы поддержать общий настрой делом. Волонтеры приходят к ветеранам, помогают в быту, рисуют военные плакаты. В образовательных учреждениях уже по традиции организованы классные часы. Запланировано проведение военно-патриотических игр и экскурсий. Та работа патриотическая, которая проводится, она у нас должна совершенствоваться. Она должна соответствовать и тем изменениям, которые происходят. И вот я уже говорил о том, что, к сожалению, ветераны наши уходят. И та основа, на которой все послевоенное время строилась наша военно-патриотическая работа, она меняется. Как выглядело бомбоубежище, на какие фотоаппараты советские солдаты снимали фотографии и какие письма писали близки. Обо всем этом юные самарцы смогут узнать на выставке «Была война» в детской картинной галерее. В экспозиции собраны раритетные фотографии, документы, личные вещи солдат. На открытии побывала наша съемочная группа. Здравствуй, мама. Прочти весточку от сына. Я пока жив. Эти строчки молодой солдат Михаил Матянин написал матери в апреле 1942 года. Он был связистом и военным фотографом. Прошел всю войну. Письма, рисунки, фотоаппараты, фотографии отца бережно хранит его дочь Наталья Василюк. В памяти живые рассказы о войне. И вот он на ощупь, не слыша ничего, пробирается до Берлина, входит в Берлин. И перед ним яблоня цветущая, а под яблоней лежит убитый солдат с голубыми глазами. И небо отражает в своих глазах. У него в душе все перевернулось, как он рассказывает. Видимо, случился шок. Он пережил, что вот, боец дошел до Берлина, и его убили прямо в самом Берлине. И что вы думаете? Слух вернулся к нему, и все было замечательно. Все экспонаты выставки «Была война» предоставлены из частных коллекций и семейных архивов. Фотографии, документы, письма, формы и награды – всего больше сотни старинных вещей. Чтобы молодое поколение смогло прочувствовать, насколько тяжело приходилось их сверстникам в годы Великой Отечественной, авторы выставки сделали в подвале дома импровизированное бомбоубежище. Здесь все, как во время войны. В небольшом холодном помещении несколько скамеек, алюминиевый чайник и радиоприемник. Это было очень ужасное время. Мне было очень страшно, и я бы от мамы никуда не отходила. Людям того времени, им было очень тяжело, это их всегда волновало. То, что вот они волнуются за своих близких, им очень страшно. Они боятся. Все это почувствовалось там. Посетив выставку, дети узнают и о жизни людей в тылу, и об уплотнении, когда людям приходилось ютиться в маленьких комнатках два на два метра. Выставка «Была война» в детской картинной галерее будет работать до начала июня. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. 1 июня в Самаре стартует летняя оздоровительная кампания. Накануне старта в мае межведомственные комиссии из представителей администрации городского округа Самары, Министерства здравоохранения Самарской области, надзорных органов проведут комплексные проверки лагерей. Всего в этом сезоне в Самаре откроют 173 лагеря с дневным пребыванием детей, а также 10 оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием. Бани, бочки, кованый виноград, компактный курятник и огромный выбор частных домов. В выставочном комплексе «Экспо Волга» в Самаре открылась выставка «Ваш коттедж». Почему малоэтажное строительство становится все популярней и чем удивить бывалых дачников, выяснил наш корреспондент. Летние деревянные домики и серьезные строения из кирпича и бетона, которые вполне могут стать фамильными усадьбами. Решить, как будет выглядеть собственный дом, поможет выставка «Ваш коттедж». Здесь также представлены новинки ландшафтного дизайна. Карликовые ели и сосны, больше похожие на пушистые кустарники. Большой ассортимент модных туй и кипарисов. Очередной проект собрал под одной крышей и профессионалов, и будущих домовладельцев. Здесь, в этих стенах, найдут возможность встречи те, кто профессионально интересуется возможностями построить свое жилье, украсить его, сделать его более комфортабельным, безопасным, экономичным, экологичным. И для этого здесь все решения есть. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Самарская выставка в этом году расширилась. Порядка 150 участников приехали не только со всей России, но и из-за рубежа. Собственные дома сегодня востребованы. Малоэтажное строительство – это свой дом. Решение этого вопроса для многих ключевое по жизни, как многолетний перспективный план. Возможность подсказать человеку, направить его на правильный путь, указать пути решения вопроса этого. Поэтому это чрезвычайно важно. Кроме интересных проектов и новинок в архитектуре и дизайне, гостей выставки ждут мастер-классы и семинары, фестиваль проектов загородных домов и турнир барбекю. Выставка «Ваш коттедж» открыта до 26 апреля. Марина Кравцова, Станислав Левин, События. Сезон по греческому направлению обещает быть оптимистичным. Спрос на путевки растет. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагис» на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагис». Интересный прецедент создал один из заемщиков по ипотеке, которому в обязательном порядке было предложено аж три дополнительных вида страхования. Страхование жизни и потери трудоспособности, страхование рисков от утраты заемщиков права собственности на квартиру и страхование рисков утраты и повреждения квартиры. Потребительное условие договора тогда не мог повлиять. При этом, в принципе, его устроили процентные ставки по кредиту, срок и сумма, которую одобрил банк, а также размер ежемесячного платежа. В результате договор был заключен с навязанными видами страховки. И суд встал на сторону потребителя. Решением суда договор ипотечного страхования был расторгнут, а премия и неустойки взысканы с банка. Жаль, но большинство судов эту практику не учтет. Инфляция в России с 14 по 20 апреля составила 0,2%, сообщил в среду Росстат. Исходя из недельных данных Росстата, годовая инфляция на 20 апреля осталась на уровне 16,8%. За прошедшую неделю чай стал дороже на 0,8%. Мясные консервы, колбасы, маргарин, печенье и конфеты на 0,5%. Вместе с тем цены на яйца снизились на 0,8%. Сыры, сахар и гречневая крупа подешевели на 0,6%. Куры, сливочное масло, рис и пшено подешевели на 0,3%. Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции цены на капусту выросли на 2,5%. На лук, морковь и помидоры свежие на 1,5%. Огурцы при этом подешевели на 2,9%. Картофель и яблоки на 0,5%. Цены на бензин не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,1%. По прогнозу Центробанка по итогам 2015 года инфляция составит 12-14%. Сезон по греческому направлению обещает быть довольно оптимистичным. Спрос на путевки постепенно растет. Туроператоры отмечают, что Греция остается одним из самых популярных выездных направлений среди российских туристов. Однако главной причиной восстановления спроса стал рубль, который за последний месяц отыграл у доллара и евро существенные позиции. Правда, туроператоры почему-то не помнят, что доллар стоил 29 рублей, а сейчас более 50. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным движением котировок по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс РТС в первые минуты торгов поднялся. Индекс ММВБ снизился до отметки 1671 пункт. Среди лидеров роста – ЛСР, ФосАгро, Полюс Золото, МВИДЕО, Распадская и Северсталь. Лидеры падения – Фармстандарт, Новотек, аптечная сеть 36,6, МТС и Норникель. Позитивный импульс российскому рынку придали американские площадки, а также возобновившие движение вверх цены на нефть. На сегодня это все. Удачи в делах! Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Мастера хоккея ЦСК ВВС сыграют шоу «Матч с болельщиками». Студенты определили лучшего пловца Самары на областной универсиаде. Самарчанка взяла бронзу на турнире сильнейших по современному пятиборью. Самарчанка Екатерина Макарова выиграла бронзовую медаль на турнире сильнейших по современному пятиборью. Она уступила своим подругам по сборной Екатерине Хураськиной первое место и Софии Серкиной второе место. Замечу, отставание Макаровой от второй позиции составило всего лишь шесть очков. В современном пятиборье это как доли секунды в спринте. В Самаре прошла областная универсиада по плаванию среди студентов высших учебных заведений. Первое место заняла команда железнодорожников. Вторым финишировал политех, третьими приплыли студенты аэрокоса. По итогам соревнований чемпионы отправились покорять водные дорожки чемпионата страны. Это Семен Макович, Андрей Тамбовский, Алексей Петров, Александр Клюкин и Наталья Ловцова. Серебряные призеры Российской хоккейной лиги хоккеисты ЦСК ВВС сыграют шоу-матч с любителями. Такое решение приняли на встрече президент клуба Михаил Нечапуренко и болельщики самарских летчиков. Игра состоится в понедельник. Сборная любителей сформируется на вечерней тренировке в пятницу. Заявки на участие в выставочном матче принимаются по телефону 8 9 2 7 7 5 5 3 3 4 0. Еще можете успеть сыграть с профессионалами. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова